МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала Алматы и новости, в студии Диас Махамбетов. И вначале коротко о главном к этому часу. Объятый пламенем, десятки человек погибли при пожаре в многоэтажном здании в Тайване. Что стало причиной возгорания? Тревожные кнопки появятся в общественных местах Алматы. Что даст их внедрение и какова ситуация с общественным порядком в городе? Хоробки СОС будут установлены. Мы уже места обрели. Новый антирекорд по числу заразившихся и жертв коронавирусной инфекции зафиксирован в России. О текущей эпидситуации с ковидом в Казахстане расскажем в этом выпуске. Начинаем выпуск с новостей о трагедии в Тайване. В городе Гаосюн во время пожара в 13-этажном жилом доме погибли по меньшей мере 46 человек, еще 41 пострадал. Местные власти рассказали, что огонь успел распространиться на несколько этажей, прежде чем пожарным удалось взять его под контроль. Отмечается, что на первых этажах здания размещались коммерческие офисы и магазины, а верхние были жилыми. Сообщается, что на тушение пожара ушло больше 4-х часов. Было задействовано 70 пожарных машин. Всего же на месте происшествия работали 377 спасателей. Мэр города заявил, что причиной ЧП мог стать поджог. Полицейские уже задержали 4-х человек. Спасатели и пожарные продолжают поисково-спасательные работы. Я помню, как вызвала лифт. Затем, когда я спустилась вниз, я увидела, что здание горит. Пламя было огромным. Было очень страшно. Этим утром тушили пожары в одном из многоквартирных домов Фалматы. Возгорание произошло на лестничной площадке. Пламя полностью уничтожило кладовку. Из-за сильного задымления владельцы сразу 4-х квартир оказались в ловушке. Но благодаря профессионализму огнеборцев их удалось вовремя эвакуировать. Среди спасенных 34-летняя женщина и ее 4-летний ребенок. Причину ЧП сейчас выясняет специальная комиссия. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Происходило горение кладовой с переходом на соседние квартиры. Управление подчеречной ситуацией Маламалинского района рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а также запрещается курить на балконах. В Шемкете задержали серийных домушников. Об этом сообщает полиция.кз. Двое мужчин успели обчистить порядка 17 квартир. Злоумышленники проникали в квартиры путем подбора ключей и выносили деньги, драгоценности, технику, сотовые телефоны и другие ценные вещи. Выяснилось, что подозреваемые ранее были судимы за подобные преступления и познакомились в тюрьме. После освобождения из места заключения принялись за старое. Данный факт был зарегистрирован в едином рестере досудебных расследований по части 3 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В результате оперативных мероприятий были установлены и задержаны двое подозреваемых лиц. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру района для рассмотрения законности и дальнейшего направления в суд. Тревожные СОС-кнопки появятся в Алматы. Они предназначены для экстренного вызова полиции. Ранее такие устройства для экстренного вызова полиции установили в столице. Об этом сообщил глава городского департамента полиции Кана Теймерденов. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, что подобные приспособления будут расположены в местах массового скопления людей. На первом этапе будет установлено 30 СОС-кнопок. По задумке организаторов, ноу-хау поможет оперативно реагировать на обращения жителей. Канат Теймерденов также отметил, что криминогенная ситуация в городе стабильная. По итогам двух месяцев уровень преступности снижен почти на 6%. Куромки СОС будут установлены. Мы уже места обрелили. Сейчас идут конкурсные работы. Будет объявлено через госзакупок. Мы будем отрабатывать. Конечно, это мы установим. Это одни из тех же вопросов, когда в полиции шаг в доступности. Любой момент мы желающим сообщить. И тем более, я думаю, это нормальный эффект. Две новые станции Алматинского метрополитена готовы на 91%. Планируется, что с их вводом пассажиропоток подземки возрастет до 86 тысяч человек в сутки. Осталось проложить инженерные сети и провести пусконаладку оборудования. Об этом стало известно во время рабочего объезда Акима города Бакаджана Сагентаева. Глава мегаполиса лично проинспектировал ход строительных работ на станциях Сыра-Арка и Бауржан-Мамушиле. И поручил осуществить технический запуск до конца этого года. Станция Сыра-Арка, расположенная рядом с парком Фэмили, относится к виду глубокого заложения пилонного типа. Она состоит из вестибюля и двух входных групп. Там установлено два лифта и восемь эскалаторов. А вот станция Бауржана-Мамушиле включает в себя две подземные вестибюли и шесть входных конструкций. Она охватывает жителей микрорайонов ЖТСУ и Мамыр и заметно разгрузит автомобильное движение. Аким города оценил ход работ по строительству третьего пускового комплекса. Первая линия метрополитена расположена под строящимся продолжением проспекта Абая. Участок Алкоман, это третий пусковый комплекс. Работа здесь начата в 2020 году. На данный момент ведутся подготовительные работы и сооружения монолитных железобетонных конструкций. В соседней России зафиксировали новый антирекорд по числу заразившихся и летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили больше 31 тысячи заболевших. Жертвами инфекции стали почти тысячи человек. Таких показателей не было с начала пандемии. Тяжелая обстановка наблюдается в Москве и Петербурге. Специалисты связывают это с низкими темпами вакцинации и несоблюдением санитарных правил. Тем временем в Казахстане ситуация с ковидом стабильная. Инфекцию подхватили почти 2000 человек. Такая тенденция сохраняется вот уже несколько недель. Но карантинные меры никто не отменял. По словам отечественных врачей, расслабляться ни в коем случае нельзя, поскольку вирус показал свою непредсказуемость. Если даже пациент переболел, это не значит, что даже если он вылечился, это не значит, что нужно все, можно ходить на всю ногу спокойно, передвигаться, либо же гулять. В любом случае сохранять надо свою безопасность, здоровье в первую очередь, чтобы все соблюдали нужные меры, чтобы она не распространялась дальше. Если мы сплоченно будем работать все, если жители будут помогать докторам, доктора будут помогать жителям нашим. А если они совместно будем работать вместе, то все будет хорошо. На этом все. Еще больше новостей вы найдете на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Не пропустите вечерний выпуск новостей в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин